Всем привет! Сегодня мы поговорим о секрете здоровых партнерских отношений. На самом деле там секретиков несколько, их можно пересчитать на пальцах одной руки, но, на мой взгляд, из моей практики, с чем я сталкиваюсь, с чем я сама живу, я сама в партнерских здоровых, дарительных отношениях, самое главное, что вообще формула, то что вот эти все секретики на одной руке, которые пальчиками можно перечесть, они все подходят под один большой критерий. Главный секрет это партнерские взрослые отношения с позицией взрослой и взрослой. Не взаимодействие двое детей, которые что-то друг у друга ждут, требуют, ждут вложений и так далее, не с позиции учитель и ученик, да, родитель и ребенок, взрослый ребенок. И перекосы какие-либо стороны, здоровые партнерские отношения, из которых выходят доверие, взаимопомощь, принятие, безусловная любовь, это и там взаимодействие, объединяющие там интересы, хобби и так далее, какой-то досуг совместно, там родственники, друзья общие, но не полностью общие, какой-то их процент. Скажем так, на качественном уровне происходит, когда люди в равных позициях, взрослые и взрослые. Если какие-то перекосы, это уже нездоровые будут отношения, точнее, они будут казаться, может быть, здоровыми, но будут конфликты, проблемы, будут выпадать вот эти пять пальчиков, которые я сейчас перечисляла, там доверие будет выпадать, непринятие может быть, там не про любовь и так далее, и так далее. Самый популярный вопрос, когда я об этом говорю, есть ли шанс из нездоровых отношений сделать здоровые, или как их можно вылечить? Весь секрет работы идет на то, что понять проблему, выявить ее, если мы смотрим, это всегда перекос к базовым нездоровых отношениях с этих позиций, либо двое детей, либо два, например, перекоса, родитель взрослый и так далее. В общем, какое-то перетягивание идет ролей. Не те роли мы выполняем и требуем, и ждем, а тут всякие проблемы растут. Так вот, вылечить отношения, весь секрет всегда в том, чтобы выровняться на позиции взрослый и взрослый. В этом вся суть и все здоровье отношений. Если вы были долго в отношениях в абьюзивных, несправедливых, нездоровых, больных, 20 лет, 15, 10, то есть какой-то промежуток времени вы в своей роли, и вас эти отношения не устраивают, вы на грани разрыва. Условия для того, чтобы выровнять в позицию взрослые и взрослые, очень простое. Этого хотят оба партнера. То есть прийти к психологу, к семейному психологу, психотерапевту и сказать, я хочу сохранить наше с мужем отношения, у нас проблемы, отношения нездоровые, такие-таки проблемки есть. Помогите, не зная, что делать, хочу что-то исправить. Мне очень нужен, очень его люблю. Но при этом мы не видим вашего супруга, у него нет желания прийти с вами. Семейный психолог скажет, приходите с вашим мужем. То есть проблемы мы можем решать только вместе. Если он упирается, не идет, в дверях руки расставляет, за косяки держится и говорит, нет, 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 это не надо, у меня для вас не очень хорошая новость. Он не хочет менять, его все устраивает. Вам никто не поможет, даже самый крутой и лучший специалист. Нет желания человека. Даже если мы вас вяжем с кляпом во рту, вы его притащите и посадите к семейному психологу, что бы он ни делал, какое бы волшебство, магию колдовал, результата никогда не будет. Просто мозг вашего супруга, который сопротивляется, он сопротивляется, не открыт к принятию, к информации. Ему это нафиг не надо. Соответственно, в его голове ничего не изменится. Он даже слушать не будет. Это просто пытки и трата денег не нужны. То есть, как говорится, насильно, мил, не будешь. И насильно ты исправить свои отношения тоже, к сожалению, не можешь. А вот если у вашего партнера есть на это интерес, он говорит, я тоже хочу все исправить, мне тоже это надоело, а давай попробуем, дадим шанс. Я спешу сообщить, что 9 февраля в четверг в закрытой телеграм-группе, в телеграм-канале стартует наш психологический лекторий на тему «Формула счастливого человека». Это будет 4 прямых эфира, комментарии, общения в чате, закрытая телеграм-группа, где мы будем все это обсуждать и общаться с вами. Это будет 4 темы, в которых вы узнаете. Что это такое вообще принять себя? Мы поймем, разберем этот термин. Как к этому можно прийти? Здоровый эгоизм, личные границы и здоровые отношения. Понятие безусловной любви. Как перестать ждать любовь? Для участия в лектории вы можете прислать мне на почту, которая будет оставлена в инфобоксе под видео, тему письма «Хочу участвовать в лектории». Я вышлю вам условия участия, стоимость оплаты, как это будет происходить. В общем, все условия вам придут в ответе на почту. Если вы не можете присутствовать на наших лекциях онлайн, пройти лекторию можно в любое время или обновить свои знания, вернувшись к этим занятиям и снова пересмотреть прямые эфиры, которые останутся в записи, в вашем доступе навсегда. Формула счастливого человека — это те правила жизни, которые я использую сама. Это то, что апробировано, подтверждено практикой в моей консультативной деятельности практической. Это те инструменты, которые вам позволят приблизиться или стать счастливым человеком, когда вы однажды можете сказать «Я счастлив, я доволен своей жизнью, меня все устраивает». Так что присоединяйтесь к нам. Четыре лекции в Телеграме в закрытом канале. Будем обсуждать, общаться, получать новую информацию. И напомню, что все лекции остаются в полном доступе, в записи. Всегда можно к ним вернуться. И эта информация остается с вами навсегда. Все подробности на почте. Пересылайте ваше письмо с темой «Хочу в лектории». А сейчас продолжаем просмотр видео. Вот тогда вы вместе идете к семейному психологу. Почему так важна вот эта приписка «семейный психолог»? Это ответвление в психологии, которая направлена. И что здесь особенного? Может, мы к гештальт пойдем, к терапевту когнитивному? Нет. Мы идем к семейному психологу, потому что его обучали на правильное взаимодействие с двумя клиентами. Пары, партнеры. Знаете, в чем задача семейного психолога? Выявить ваши проблемы, претензии, потом вас научить, показать, как можно слышать друг друга, уважать друг друга. Вот она работа над здоровыми отношениями, небольными. Как это все преодолеть, прожить и так далее. Он научит вас слышать друг друга, коммуницировать, проговаривать проблемы, решать, брать ответственность и так далее. Но гештальт – это про другое, это вообще другая сфера, другое направление. Когнитивная, регрессивная психология. Их вообще уйма, очень много. Но секрет, вот семейного психолога в этом, не в индивидуальной работе, а совместной. То есть его задача – психолог обычно с вами контакт налаживает, узнает проблему и работает. А задача семейного – услышать вас двоих, вас двоих уважать, помочь вам не переубеждать чего-то, в ком-то я такое иногда слышу, работу таких семейных психологов, когда ко мне на индивидуальное приходят, а вот там семейный психолог, не занимать ничью позицию, не пытаться кого-то переубедить, переговорить, заставить что-то делать, а помочь вам слышать друг друга. Он такой, знаете, такой волшебник рядом, который палочкой волшебной, методиками различными машет и показывает, а ты можешь вот так, а ты попробуй вот так, а давайте вместе попробуем, а давайте да-да-да-да. То есть он вам предлагает, 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 вы пробуете, 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 потом хобан, что-то получается, дай бог из этого, да. Вот так это в идеале бы выглядело. Но мы про что говорим, да, если мой клиент приходит, например, и говорит, хочу поменять отношения, к семейному не иду к психологу, муж вообще ничего не хочет, ему вообще ничего не надо, он лежит в батоннице после работы на диване, лишь бы его вообще не трогали и так далее. Что мне делать? Как мне быть? А это с ним быть хочу. Здесь, когда клиент отказывается, другой, да, то есть ваш партнер не идет на консультацию, не хочет ничего менять, и вообще его все устраивает, ему все, это вам нехорошо. Один только есть метод. Вы меняете внутри себя, узнаете свои проблемы, вы работаете с собой, для себя, с собой, автоматически, выполняя задания психолога, вы улучшаете свою жизнь, себя, качество своей жизни, и вы становитесь, на самом деле, другим человеком. Это как минимум стресс, и вообще вопрос у вашего партнера, что поменялось, жена другой стала. Не такая сверлящая, занудная, какая была раньше, что-то от меня постоянно хотела, от меня отстала, перестала пилить, с собой что-то занялась, красится, одевается, куда-то ходит, что-то с ней вообще происходит. У мужа появляется интерес. То есть, это не касается только супруга, ваши дети, родители, если с ними проблемы в общении и так далее. То есть, когда меняюсь я, есть в Гештальте классное выражение, я окей, I'm окей, весь мир окей. То есть, начни с себя, да, если у тебя все в порядке, ты себе нравишься, другие люди к тебе тоже потянутся. И вот возможность, назовем так в кавычках, но не в прямом смысле, воздействовать на своего партнера, исправить свои отношения на здоровый партнерский, это поменять себя самого, свои принципы, свои взгляды, и тогда есть шанс, что твой партнер за тобой потянется. И у него появится снова интерес, а тут ты с новой, не такой, как раньше, у тебя другие реакции, другие ответы, другое поведение, другие предложения ему. И, может быть, он вообще на самом деле всегда и хотел такого, то, что вот сейчас каким-то стал, или он в тебе видел этот потенциал и ждал, когда все изменится и так далее. Но такая линия стратегии поведения очень шаткая. Здесь два варианта. Когда вы изменитесь, у вас может пропасть желание и разочарование семьей, этим партнером, и вы захотите, возможно, расстаться, потому что скажете, блин, да я себя вообще не для этого делаю, мне нужно что-то делать другое, я готова к переменам, я вообще поняла, что мне это тянет, он мне не нужен, да. То есть шанс того, что у вас в жизни большие перемены пойдут, что вам, например, не получится сохранить этот брак. Это вообще вопрос, зачем вы его сохраняли, да, может, и не было такой потребности. Ну или второй вариант, да, партнер за вами потянется, и он тоже начнет автоматически улучшаться, при этом, казалось бы, не прилагая особых усилий. Знаете почему? У вас будут другие личные границы, к нему другие запросы, у вас будут новые правила общения и поведения с вами. Вы от них будете ждать и требовать другого. И не принимать в вашей личной границе то, что было раньше. И ему уже самому, волей или неволей, будет поставлен вопрос внутри, самому себе. Мне его такую новую принимать и идти на компромисс, она мне нужна, я ее люблю, ценю. Мы подстраиваемся под новые правила. Или мы, как раньше, забиваем, но равно это сразу у нас развод, расставание, брак теряется, и уже, короче, так утюленем полежать на диванчике, чтобы тебя не трогали, не получится. Вот так это все работает. Поэтому, если шанс, когда у меня спрашивают, вывести отношения на новый уровень и сделать их здоровыми, здоровыми, да, есть, если оба партнера это хотят. И даже больше скажет, очень быстро может произойти, если вы оба реально заинтересованы, блин, это очень быстро все решается, на самом деле. Парочка месяцев работать семейным психологом, все будет круто. Если партнер не хочет, у вас остается шанс только самой меняться, и там уже развилка, да, либо мы расстаемся, либо остаемся вместе, он там уже как-то под меня будет подстраиваться, он ему самому это надо, он этого хочет. И вообще, останется ли у меня после моих перемен желание что-то восстанавливать или там оставаться с этим человеком. Очень часто, больше процентов того, что, ну, короче, желание у самого клиента уже не остается, что-то сохранить, просто видятся новые цели, новая вера в себя, поднятие самооценки, уже и не так страшно расстаться, и сама идея сохранять отношения, она как бы пропадает, становится ненужной. Вот, вообще, вступать, знаете, мы все отчасти больные, травмированные, и мы все отчасти начинаем нездоровые отношения, вот по-честному. Но в силу кризисов в отношениях, в каких-то моментах кризисных, когда мы их преодолеваем, мы вырабатываем доверие к партнеру, принятие, безусловную любовь и так далее, все, и вот по силу кризисов развития наших отношений, мы в итоге можем выйти, скорее всего, выходим на уровень доверительных, здоровых отношений. Это не очень большой, конечно, сразу скажу, процент людей, но они есть. И когда говорят все там, когда вообще говорят фразу все, у всех нездоровые отношения, все люди больные, все мужики заменяют, а все бабы вот такие, вот эти вот стереотипы, все-все-все-все, когда вам такое говорят, сто процентов знаете, это негативная установка или плохой опыт этого конкретного человека, он другого объективного не видел, он не знает о том, что бывает по-другому, и говорит или критикует с той позиции, которая у него есть, он ее занял, ему проще в этом неведении оставаться жить, приубеждать его не надо, но не надо верить, как истину в последние станции и думать, что он прав точно, это эти установки, вот эти мнения очень часто на девочек влияют, когда говорят, все мужики козлы, а все они бабники, а все вот такие, сякие и так далее, я вам сразу говорю, вы можете такой бабушке или маме своей сказать, мама, это у тебя такой опыт или бабушка, это тебе так пришлось, не все такие, это ты таких выбирала, тебе это зачем-то было нужно, вот так это выглядит, что вы думаете по данной теме, интересно ли она, напишите комментарии, удалось ли вам в вашей жизни проработать отношения с проблематичных, нездоровых, на уровень здоровых отношений, партнерских, назовем так, по любви, а не по страданиям, если у вас такой опыт или хотелось бы вам его приобрести или нет, буду ждать ваших комментариев, ставьте лайки, мне это очень приятно, всегда каждый комментарий, я все читаю, всегда, но не всегда могу, к сожалению, ответить, на время не хватает, в инфобоксе под видео я оставлю свою почту, вы можете написать мне письмо, если вам нужна моя психологическая, индивидуальная консультация, тема письма, консультация, если вам нужно написать письмо анониму, вы хотите, чтобы публично я на него ответила в формате видео на ютубе, просто пишите письмо от анонима, это я разбираю тогда историю на канале, а если вы хотите поучаствовать в лектории по психологии в закрытом телеграм-канале, о котором раньше в начале видео я говорила, то тема письма на почту будет хочу в лектории, спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok